Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об удивительном человеке, добром, искреннем и талантливом, Проказове Николая Петровичи, который с большим увлечением занимался резьбой по дереву. Он обучал детей этому виду искусства, а также работал в творческой мастерской. Это будет мой цикл передач о талантливых людях, и сегодня поговорим о Николае. Я его знаю очень давно. Когда-то мы работали много лет в творческой мастерской. И, конечно же, приходя на работу, я каждый день видела, как он трудится, как общается с людьми, насколько это добрый, искренний, бескорыстный человек. И сегодня поговорим о нем, о его творчестве, о его талантливых работах. Итак, начинаем. В творческую мастерскую Николай пришел в 2004 году. Ну а резьбой занимался он уже давно. Как он рассказывал, с 1975 года. Вырезал маски, сувениры. Со временем увлечение к резьбе все крепло. Занимался также берестой. Его привлекала ее удивительная текстура, красота. Все это и отразилось в различных туисах, поставцах. Ему удавалось совмещать работу в мастерской вместе с преподаванием в детском доме творчества. А непосредственно в мастерской он выполнял резной декор иконостаса. И всегда ему удавалось выполнять работу на высоком профессиональном уровне. Все делал качественно, с любовью и, конечно, в срок. Ну и мастерство его постоянно совершенствовалось. Он принимал активное участие в областных, городских выставках. И, конечно же, получал очень добрые, положительные отклики о своем творчестве. Помню, когда мы делали установку иконостаса в наш Серовский храм Преображения Господня, я зашла и как раз увидела, как работают мастера. Они устанавливали царские врата. И Николай Проказов как раз принимал в этом самое активное участие. Эти снимки вы видите сейчас перед собой. Занимался не только резьбой и декора иконостаса, его шлифовкой, подготовкой к покраске, но также и монтажом иконостаса, как и многие другие резчики по дереву. Перед вами монтаж иконостаса на Ганину яму, где тоже работал Николай. Резьба и монтаж иконостаса в храм Дмитрия Донского в городе Тюмени. Князь Донской как символ вечной славы русского воинства. Иконостас Александра Невского, город Южно-Сахалинск, резьба, установка и монтаж. Иконостас во имя Александра Невского, Тамбовская область. Принимал участие в иконостасе, святой великомученице Екатерины в городе Краснотуринске. Изготовление престола, жертвенников, храм, город Краснотуринск. Над этим тоже работала мастерская вместе с Николаем. Наполнение деревянных макетов, храмов и часовин. Тоже над этим также работала мастерская. Оформление резного декора, банкетного зала, гостиничного комплекса «Надеждинский». Все это и многое другое сделало за все свое время существование творческая мастерская в городе Серове, которая имела уникальный коллектив единомышленников, которые до сих пор общаются, дружат, участвуют в выставках. Творческая мастерская под руководством Александра Быстрых работала 14 лет с деревом, создавая резные иконостасы, церковное убранство, сувениры. А все начиналось в далеком 1998 году. За неполные три года по одной фотографии конца 19 века мастера изготовили уникальный резной иконостас в Святопокровский женский монастырь города Верхотурья. И это был первый серьезный заказ. И дальше дал старт остальным. Но сейчас мы посмотрим оригинальные работы Николая Петровича Проказова. Прекрасная композиция «Бабушка и дедушка». Она завоевала симпатии многих людей. Это уникальная работа. Она выполнена из ольхи и кедра. И эту композицию Николай повторял несколько раз в разных вариациях. Конечно, в ней столько тепла, доброты. Вообще во всех работах Николая всегда есть доброта, искренность, какое-то удивительное тепло. Ну а сейчас вы перед собой видите настенные часы с пейзажем, с домиком уютным. Очень тоже красивые. Объемная композиция Николая называется «Щука». Выполнил серию резных подносов. Также занимался росписью по дереву. Панно из кедра «Филины». Часто Николай Петрович вырезал ларцы и резные шкатулки. Ну и, конечно, представляю уникальную работу Николая Проказова «Город на пне». Он его создавал вместе с детьми. Представляете, как было интересно детям создавать целый город с башенками, окошками, с флажками. Это целый мир. Конечно, это уникальная работа. В 2005 году Николай Петрович занял первое место в конкурсе «Прикладное творчество» в традиционном творческо-спортивном фестивале. Имеет ряд благодарственных писем и грамот. Принимал самое активное участие в выставках, которые проводились в творческой мастерской в нашем городе Серове. Однажды Лев Толстой сказал, «Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть нечто иное, как стремление к добру». Мне кажется, Николай всю жизнь как раз и стремился к этой доброте, которая была в его жизни, в его любви к детям и также в его работах. Творческая мастерская Николай принимал участие и в областных, и в городских выставках. Одна из городских выставок «Путь красоты», в которой тоже резчики представляли свое мастерство. И среди них Николай Проказов. Николай успешно совмещал работу в творческой мастерской с работой в Центре детского творчества. Он уделял очень много времени детям. Но в этом видео я рассказываю как раз о той стороне жизни, которая была непосредственно в мастерской, о его талантах и умении резчика, изготовителя резных изделий и просто прекрасном человеке, которого я так хорошо знала. В 2020 году была интересная выставка «Особый талант», где наряду с другими мастерами свои изделия представлял Николай Проказов. Он там давал интервью каналу С, у меня есть эксклюзивная запись, мы сейчас увидим интервью Николая. И также в другой день он встречался с творческой мастерской. Это была очень теплая, замечательная встреча. Смотрите, друзья. А мастер Николай Проказов занимается еще и обучением подрастающего поколения в Центре детского творчества. Он, как никто, знает, что работа с материалами и резьба по дереву дается далеко не каждому. Ведь кроме желания здесь важны усидчивость и внимание к деталям. Для того, чтобы заниматься в этом объединении резьба по дереву, нужно, во-первых, желание. Если человек не желает этим заниматься, он может быть талантливым в другом, в пении, танцах, в спорте. А это работа, грубо говоря, стариковская. Усидчивость большая нужна. Если ребенок придет, я ему обязательно показываю основные навыки обработки древесины. Как у нас говорят, проходит курс молодого бойца. И потом уже по желанию опять же выбираем изделие, которое ему нравится. И начинаем его исполнять. Чисто технически, как бы это не сложно. Тут самое главное усидчивость, огромная усидчивость над их терпением. Кроме своих работ, вырезанных из кедра, на выставке Николай Проказов представил совместную работу учеников Центра детского творчества. Город на пне ребята собирали под чутким руководством мастера. А результат такой масштабной, кропотливой работы вы можете оценить сами, придя на выставку. Полную версию встречи творческой мастерской на выставке «Особый талант» вы можете посмотреть на моем YouTube-канале. Приятного вам просмотра, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наши встречи с коллегами из бывшей творческой мастерской всегда очень теплые, радостные. Мы делимся впечатлениями о выставке, о новых работах, о новых проектах, которые всегда у творческих людей впереди. К сожалению, мастерской уже нет, но есть люди, которые готовы общаться, встречаться, делиться прекрасным. И, конечно же, это дорогого стоит. Творческий коллектив! Ура! Все собрались! Да-да! Это самые верные люди! Посмотрите на них! Вот они здесь все! Как мне приятно вас видеть! Я всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю вам вдохновения, чтобы вы не забывали свое творчество, обязательно продолжали резьбу по дереву, любили свое дело. Творчество! Да! Каждый в своем виде творчество! Ну и чтобы у вас было здоровье здесь, это сейчас самое важное, чтобы в каждой вашей семье было счастье, здоровье, удача, любовь. Ну и дай Господь, чтобы все у вас сбывало, все ваши мечты! Я вас люблю! А мастерской был создан вот такой замечательный буклет, очень сочный, яркий, красивый, добрым людям на заглядение. Иногда мы перелистываем страницы этого буклета, вспоминаем работу, которую проделала мастерская. И, конечно же, гордимся людьми, которые трудились и до сих пор продолжают работать, создавать свои уникальные вещи. А Николай останется в нашем сердце навсегда, своими теплыми работами, своим бескорыстным сердцем, которое умело так любить. И, конечно же, своей добротой. А еще свои изделия Николай дарил своим близким и друзьям. И также у меня есть его подарок. От Николая я получила два резных подарка, которые вам сейчас покажу. И первый подарок, вот эта резная ложка. Она была также представлена на последней выставке нашей творческой мастерской. Она выполнена из кедра, очень красивая, покрытая морилкой, матовым лаком. Посмотрите, какой узор нанес Коля. Конечно же, она является очень любимым подарком. Спасибо ему за тепло, которое идет от этого дерева, за его свет. Конечно, приятно эту ложку держать в руках и вспоминать момент, как он мне ее подарил. Ну, а второй подарок от Николая я получила на свой день рождения. Он мне подарил вот такую милую берестяную солонку. Посмотрите, какой ажурный узор он сделал из бересты разных оттенков. Теперь я на нее любуюсь и вспоминаю нашего Николая. Коля мне передал вот такой вот эскиз работы. Панно с часовенкой, окруженная лесом, природой. На таком тетрадном листке надо будет выполнить его работу. Сейчас покажу панно. Вот это панно, которое Коля не завершил. Последняя его работа. Он так торопился, но, к сожалению, у него уже не было времени его завершить. В память о Коле я обязательно это сделаю. Закончу, покажу вам потом результат. Вот, посмотрите поближе. Коля очень расстраивался, что не успевает сделать эту работу. Говорил мне по телефону и при личной встрече. Я, конечно, постараюсь ее закончить. И сестре он говорил о том, что это должна была быть самая чудесная работа. Самая красивая. Она даже не завершенная. Прекрасно. Ну, эта вся работа еще впереди. А сейчас, друзья, давайте вспомним снова Николая. Посмотрим фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень нравится высказывание Джонсона «Добрые люди подобны звездам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена». Вот так и Николай озарял наши времена, озарял нашу жизнь своим теплом, своим добрым отношением к людям. И я думаю, люди этого никогда не забудут. Николай всегда любил дерево, и дерево отвечало ему взаимностью. Получались уникальные резные изделия, которые и сейчас радуют нас и дарят нам свое тепло. В чужие дали, там, где горизонт, уходит в жизни полосатая дорога, то черной лентой время обовьет, то белым снегом поблестит немного. На перекрестках остановит бег, секунды и минуты поджидая, и снова тянется куда-то вверх. Дорога жизни красками играя, всем суждено дорогой то идти, то падать и вставать, то спотыкаться. В отчаянии замирать на полпути, потом идти вперед и не сдаваться. Дорога жизни каждому своя, на ней любовь, печали и тревоги. И я желаю вам, мои друзья, не только легкой, долгой вам дороги.